Аминь. Спасибо, Христос. Благодарю за молитву. Вопросы будут, Игнатий Тихонович? Вот сейчас я отойду, если вопросов нету, и выставлю материал один. Советую всем просчитать. В Российской Федерации самая главная газета, знаете какая? Называется Российская газета. Учредитель правительства Российской Федерации. И там большая статья про нас. Не сегодня, а раньше. Но нас сильно помогло в свое время, когда у нас были большие нападки. И там вот эта статья. Сразу приехало несколько машин из края в Потеряевку. Нашли фотографа, допрашивали. Когда он дал? Он говорит, я ничего не давал. А фотографии его там были. Я выставлю эту статью сейчас. Дословно. До одной буквы. Аксеры Каперевны, да. Вопрос есть такой. Вопрос есть такой. А? Вопрос? Вопрос есть. Да, давайте. Почему вот у нас в православии принято искать какую-то ересь у всех? Вот почему так? Ну, понимаете, это... Кому не обратишься, все друг у друга ереси какие-то еще? Нет, ну друг у друга это никак. Ну а что ересь? Это для этого собирались вселенские соборы. Ересь приравнивается к смертному греху. И поэтому необходимо не просто, я верю, а чистую веру, правильную веру. Мы называемся православными. Выискивать не надо. Но если это еретики, мы должны показать. А они... Другое дело другой веры. Но когда они все как будто православные, а сами делают не то, что положено, вот неправильно говорят. Я не говорю, что ересь. Крещения нет. Мокрой ладошкой за деньги. Это безумие даже, трудно назвать. Настолько это... Нельзя даже слово найти. Проклятие Божие какое-то. Небрежье дело и дело Божие. Но надо сказать. Святые отцы, молимся Николой Чудотворец, он председатель стал на Первом Вселенском Соборе. Этому отдавали огромные силы верующие, чтобы отстоять истинную веру. Так же было с еврейским народом. Там разные идолы лепились, и Бог их гонял, бил, рассыпал по всему миру. Православие, это значит, нам не все равно. Католики много отступили. Сектанты в общении даже никакого отношения к церкви не имеют. Нет рукоположения. И мы должны это показать. Можно делать добрые дела. Да добрые дела делали коммунисты и фашисты. И кого только не было. Язычники есть добрые люди. А их добрые полонад набитый. Нужно два крыла. Чистая вера, чистые дела. Так что вопрос хороший, но он не в осудительной степени. Выискивать не надо. Но если ты увидишь, что неправильно, разберись, и тогда выскажи человеку тому, что это неправильно. В Троице все равные силы, а не так, что Христос – это не Бог. Он Господь и Бог. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все. 13-13 считаем Явана. Вы называете меня Господом. Я действительно то. А то мусульмане говорят, где он про себя говорил, что он Бог. Вот, пожалуйста. Их еретиками нельзя назвать. Это чуждые веры христианской. Самые нетерпимые и самые яростно нападающие – это они. Ну, это что нам? Не повредит нам? Вот так. Проблема-то в том, что даже вот среди православных порой нет единомыслия. То есть один батюшка так говорит, другой – этак. Ну, а кто виноват, если он не считает, как святые отцы истолковали? Патрология менее. Толкование. 300 томов. 300. Не три книжки, а 300. Вот я выпустил толкование «Новый завет». Впервые за 2000 лет. Вот трехтомник у меня красный этот выходит. «Новый завет» с откровением. Толкование. Его не было нигде. Отдельно издавали, а чтобы вместе, тем более с иллюстрациями лучшими, тем более иллюстрации мы раскрасили, да еще с комментариями. Этого никогда не было. За 2000 лет. И желающие познать истину, они могут считать полное толкование Блажена Фепелакта. А он большую часть берет от Иоанна Златоуста. А он в церкви самый почитаемый святой. И литургия им написана. Мы должны защищать веру православную. Почему Афанасий Александрийский, патриарх, говорил, вот один из самых таких крупных святых, что если ты веруешь правильно, а не можешь защитить правую веру, ты приносишь огромный вред церкви и себе. Я вольный такой даю перевод. Ты должен на страже стоять истинной веры. Сокровища православной веры не имеют равных нигде. И мы должны это сохранить. Я вот много беседовал, проводил. С сектантами, баптистами, адвентистами, свидетелями Юговой. Отовсюду пришедшие люди. Вот у нас здесь Рахиль. Вот здесь. А она же была, она казашка. И она же была у свидетелей Юговых, этих еретиков. А вот мы познакомились, свидетели были, она свидетельство ей было. А она потом даже приехала сюда. Все боялась, что не встретимся, что кто-то умрет из нас. Она очень интересный человек. Она и дочь крестилась, и внуки. Уж как дальше там, я не знаю. Ну, вот так. Можно тоже вопросы? Конечно. Мне вот предложили работу при храме, да, бухгалтерам. Стоит соглашаться или все-таки это будет неправильно? А куда? Что это работа? Там же все равно они бухгалтерию ведут. Я не понял, где работать? При храме. Не то что работать, а помогать, получается, бухгалтерии. Отчеты делать, сдавать в налоговую, в пенсию. Ну, надо подробности знать. Так нельзя отвечать при храме, не во время ли богослужения, не связано ли это за таинство, за все деньги, где берут. Это как огня бойся. Это проклятие Божие. Иеремия 48, 10. А если ты просто работаешь, что там, я не знаю, уборщица ты или бухгалтер, ну, это надо. Ну, надо, чтобы нигде ни одной буковки ложной не было. Ни еди на это. Очень часто дают ложную статистику по себе, чтобы лишне не платить. Совсем не плати, так и скажи, как она не от сапиры. Я забираю деньги, это я их не отдаю. Меня вот вызывали они здесь налоговые, православные, а где? Денег нету. Как? А как свечи у нас? Свечи мы не покупаем, воск покупаем, сами льем и ставим. Но крестить их крестим, все бесплатно. А тарелкой, когда собирают, это добровольное пожертвование. За это нет налога. Но у нас и этого нету. У нас с тарелкой не ходят. Включена десятина святая, и она все оправдывает. Ну, я как-то не помню, у них есть там какая-то своя касса. Вы хорошо подробно узнаете, потом вторично зайдете. Досконально узнаете, как вы приходите, и во сколько, как воскресный день. У вас будет или не будет обязанность там работать, с чем связано. Ничего не упустите. Заключите договор, хорошо бы. Чтобы вам тогда не сказали, ты не делаешь. Скажи, я вот это договаривался, а вот это я не договаривался. Понятно, спасибо. Вы берегите себя, берегите свою совесть, чтобы нигде сатана не проник в нас. А что такое совесть? Я отвечаю, это тот участок души, через который слышится голос Божий. Так, если никого, ничего нет, я отхожу. Материал сейчас я скидываю вам. Материал сейчас здесь же. Голос за бчзг. Решение на阿ль. Продолжение следует...